МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О перспективах сотрудничества Беларуси и Индонезии, презентации возможностей Минска в Москве и о том, как православные отметили чистый четверг, мы расскажем в итоговой программе новости 24 часа. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Беларусь готова как поставлять продукцию на рынок Индонезии, так и открыто делиться технологиями. Александр Лукашенко сегодня встретился с министром обороны этого государства. Развивать взаимодействие наши страны намерены как в военно-технической сфере, так и в гражданской. Еще осенью Индонезия ввела безвизовый режим для белорусских туристов на срок пребывания до месяца. И отношения между нашими государствами, несмотря на расстояние, достаточно близкие и, можно сказать, доверительные. Алексей Мартиненок продолжит тему. Индонезия – четвертая страна в мире по численности населения. Объединяет четверть миллиарда человек на островах Малайского архипелага. Александр Лукашенко посещал это государство в марте 2013-го. Тогда цифру взаимной торговли делали только удобрения и шины. Солигорский комбинат ежегодно зарабатывает здесь около 100 миллионов долларов. Больше конкретики и прямой контакт. Рецепт для нового уровня сотрудничества. К 2030-му году эксперты прогнозируют экономике Индонезии седьмое место в мировом рейтинге. Страна входит в так называемую группу 11-ти. Это государства, которые метят в крупнейшие мировые локомотивы развития. Помню очень хорошо, притом в деталях свой визит в вашу прекрасную страну. Для нас она в какой-то степени в хорошем смысле слова экзотическая, потому что такой природы, как у вас, мы не видели никогда и нигде. Поэтому в памяти мой визит в вашу прекрасную и развивающуюся, бурно развивающуюся с хорошими перспективами страну. Понятно, что закрытых тем в нашем сотрудничестве абсолютно нет. Мы готовы развивать сотрудничество не только в сфере военно-технической, то есть в сфере, за которую вы отвечаете, но для нас и для вас немаловажно развитие сотрудничества и в гражданских сферах экономики. Наши возможности вы знаете. Мы готовы вас в ходе вашего визита более широко ознакомить с возможностями Беларуси, и мы полны решимости в комплексе действовать о сотрудничестве как гражданской, так и военно-технической сферах. Тема расширения взаимной торговли звучала и на недавнем Стамбульском саммите. Во время встречи с вице-президентом Индонезии белорусский лидер высказал надежду на достижение товарооборота в 1 миллиард долларов. При том, что вся дальняя дуга белорусского экспорта от Японии до Венесуэлы в сумме около полутора миллиардов. Но масштабы рынка Индонезии говорят сами за себя. Не зря и президент постоянно заостряет внимание правительства на этом регионе. Такие страны, как Индонезия, такие регионы, как Юго-Восточная Азия позволяют нам сегодня опробировать новые методики, новые формы продвижения экспорта с использованием новейших информационных технологий. К примеру, Индонезия, он здесь отнюдь не единичный. У нас очень интересные проекты с Пакистаном, с Бангладеш, Индия наш традиционный партнер, и потенциал здесь отнюдь не исчерпывается. Над конкретными вариантами работает межправительственная комиссия. Президент посоветовал определить несколько основных направлений, которые станут стартовыми площадками для больших проектов. Мы можем вместе с вами пойти на создание совместных предприятий на индонезийской земле, чтобы получать готовый продукт белорусско-индонезийского сотрудничества и продавать в третьих странах в том регионе. Я также хотел бы возобновить свое приглашение вашему президенту посетить Беларусь, для того, чтобы на месте убедиться в прочности наших дружественных отношений и определить стратегию наших отношений на обозримую перспективу. Для нас является большой честью то, что вы согласились принять нас в вашей замечательной столице. Результаты моего визита в Республику Беларусь будут доложены президентом Республики Индонезии. Также я все непременно передам ему ваше превосходительство, ваше приглашение. Индонезии интересны белорусские сельскохозяйственные технологии. Исторически это основная отрасль местной экономики, в которой занято больше трети населения. Так что всегда к месту будет и техника. Ее поставки уже налажены, и партии в несколько сот единиц, судя по всему, это только начало. Алексей Мартиненок, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Беларусь стремится продвигать национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заседании министров иностранных дел стран-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии представлены и Беларусь. Это крупный региональный форум по развитию, укреплению, сотрудничеству, безопасности, экономического роста и стабильности в регионе. На одной площадке 26 стран. Наша страна получила статус наблюдателя в этой организации год назад. В Пекине министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Китая, Турции и Афганистана. А также переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Для Беларуси нарада уявляет собой плясовку для просовывания национальных интересов у Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позитивным фактором в контексте удела Беларуси в работе НУ МДА Заявляется и наявность у склада нарады наших стратегичных партнеров. Перш за все, Россия и Китая. А так само Казахстана. Важную роль в работе НУ МДА играют и такие краины, как Иран и Турция. Сегодня в Страсбурге в штаб-квартире Совета Европы прошла встреча, посвященная 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Говорили о последствиях самой крупной техногенной катастрофы и роли нашей республики в их минимизации. Во Дворце Европы открыли фотовыставку «Беларусь. 30 лет после Чернобыльской катастрофы». Также впервые посол Беларуси во Франции Павел Латушка дал интервью пресс-службе Совета Европы. Мы должны помнить эту трагедию для того, чтобы не повторить подобных ошибок в будущем. Но мы и признательны всем тем, кто помогает Беларуси и белорусскому народу. Это и правительство, это и международные организации, это и неправительственные организации, простые люди. Сегодня здесь в штаб-квартире Совета Европы были представители французской организации «Альзас Беларусь», которая 25 лет приглашает наших детей на оздоровление во Францию. И вот с таких небольших проектов, но очень важных, складываются добрые отношения. Для нас эта помощь действительно важна. Сегодня же прозвучали слова благодарности представителям французской ассоциации «Альзас Беларусь», которая на протяжении 25 лет оказывает помощь нашей стране в оздоровлении детей. Кроме того, посол Беларуси во Франции встретился с директором директората Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества между Беларусью и этой международной организацией. Дни белорусской столицы стартовали сегодня в Москве. Это не только традиционная выставка-ярмарка отечественных товаров, но и с десяток презентаций, которые демонстрируют возможности для бизнеса и отдыха. Промышленный потенциал Минска представлен различными отраслями, от кондитерской до строительной. О чём уже удалось договориться из Москвы. Репортаж Юлии Бешановой. Народные белорусские песни в Москву прилетели за 700 километров. Но музыка – это только фон для серьёзных разговоров. Сегодня здесь, что называется, сливки белорусского бизнеса, производства и туризма. У нас очень много различных проектов. Например, развязка со всей инфраструктурой на главном проспекте города Минска, проспекте Независимости. У вас здесь наши метростроевцы реализуют тоже ряд совместных проектов. Белорусские продукты здесь в особом представлении не нуждаются. В Москве их без преувеличения можно найти на прилавках любого магазина. С большим удовольствием выбирают белорусскую продукцию. Колбас, деликатесы. Белорусский молочек обожают просто. Белорусский шоколад полюбили. Молочка, деликатесы из рыбы, кондитерские изделия. Знакомые москвичам бренды и новые игроки на российском рынке. К дегустационным столикам предприятия выстрелилась целая очередь. Пробы с белорусской рыбы с удовольствием снимали даже представители весьма отдаленных государств. Мы специально вернулись, чтобы попробовать вашу рыбу. Люди хотят, верят в эту продукцию, но и белорусы не подводят, сохраняют и улучшают качество. От осмотра, экспозиции и презентации к предметному разговору. Минский технопарк представил почти три десятка инновационных технологий. От аэросистемы, разработок для оборонных нужд, до суперсовременного медицинского оборудования. С презентации минчане уехали не просто с приятными впечатлениями, но и с новыми партнерами. Белорусские внедорожники могут появиться там, где еще не ступали колеса отечественных машин. Автомобиль, который может ездить не классический вездеход на бусеницах, а обычный джип, но он только может плавать, не погружаясь в воду. Не остались в стороне экспортеры тяжеловесы. Сегодня 30% мирового рынка тяжелой техники за Белоруссию. В Москве уже достаточно давно убирают улицы, вывозят мусор и чистят тротуары на белорусских машинах. Мы продали когда-то в Москве очень большую партию, около 200 единиц, маленькие машины, которые удобны для чистки тротуаров. Контактов и контрактов с соседями становится все больше. Только сегодня было заключено несколько десятков соглашений. Мы не считаем для себя Беларусь импортом, поэтому мы считаем, что этой продукции должно быть больше в Московской области. Москвичи знают Минск как надежного партнера. На счету не один реализованный громкий проект. В планах на будущее и сотрудничество пока в достаточно новых сферах. Например, иностранцам мы готовы предложить медицинский туризм. Есть много больниц в Белоруссии. Мы будем работать с ним для реализации этого, если возможно, принимать наших пациентов. В инвестиционном пакете Минска проекты на 5 миллиардов долларов. Ждать их реализации, считают эксперты, долго не придется. Тем более, совсем недавно Минск впервые вошел в топ-10 городов в случае стратегии привлечения прямых инвестиций. Мы открыты и готовы к диалогу. Эти слова сегодня партнеры произносили не раз. Это значит, что и белорусский, и российский бизнес готов к реализации новых совместных проектов. Сегодня белорусы показали очень многое, но далеко не все. Ответный визит москвичей намечен на июнь. Планируется, что делегацию возглавит Сергей Собянин и привезет в Минск уже готовые решения многих проектов. Юлия Бешанова, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Москва. Старт празднованием Великой Победы Дан. В эти дни Минск вновь привлекает внимание мировой общественности. Белорусская столица стала площадкой для проведения масштабного международного форума. Представители стран СНГ, Балтии, Грузии, всего около двух сотен человек. Приветствие участникам форума направил президент Александр Лукашенко. В рамках четырех секций ветераны войны, ученые, представители союзного государства, политические и общественные деятели обсуждают инициативы на пространстве содружества. Минск как место проведения форума был выбран не случайно. Столица носит звание города-героя. Всего такое высокое признание получили только 12 городов бывшего Советского Союза. Наша страна, как никакая другая, знает цену миру. И именно здесь, на белорусской земле, фашистские захватчики ощутили всю мощь силы советского народа. И сегодня здесь, в Белоруссии, символично представители всех стран содружества независимых государств. Это не форум. Это очень важное человеческое дело. Потому что, как каждой страны, эта война была не просто войной ряда государств. Ушла война за сохранение нации в истории. Эстафета проведения форума к Минску перешла от Москвы. Всего же в этом году форум Великая Победа отмечает свой шестой день рождения. Гостей уже принимали Туапсе, Владикавказ, Курск, а также города-герои Волгоград и Москва. Неоценима роль Белоруссии в этой войне, потому что все знают, что первый удар приняла на себя Брестская крепость. И все остальные события, и потом партизаны, которые много сделали для приближения победы. Но вот наше поколение эту историю знает. И очень важно доводить это все до молодого поколения. Со всех бывшего Советского Союза, республики, приехали сюда, на Беларусь, на Беларусь. Вот влияние ее. Вот важность Беларуси. Медучреждение Беларуси изменит режим работы в мае. В этом месяце нас ждет несколько выходных. Итак, в больнице, поликлинике, аптеке 1 и 9 мая, как сообщили в Минздраве, работать будут, но по графику праздничного дня. 7 и 10 мая по графику субботы, 8 мая по графику выходного дня. Все изменения вы сейчас видите на своих экранах. Сегодня у православных Великий Четверг. В народе его еще называют чистым. За три дня до воскресения Христова верующие вспоминают Тайную Вечерю. Это день, когда Христос совершил обряд омовения ног своим ученикам. Однако время и люди наполнили этот праздник другим, более приземленным смыслом. Ольга Петрашевская о церковных традициях и не только. Здесь в каждом движении сакральный смысл. В Великий Четверг, который уже в народе назвали чистым, верующие вспоминают о Тайной Вечере. День, когда Иисус установил Таинство Причастия и совершил обряд омовения ног своим ученикам. Поэтому и сегодня правящий архиерей омывает ноги священников. Мы с аппаратами в этот день очищаемся, а ли очищаемся духовно. Каждый день у своих поводинах. Мы православные, для нас это большой праздник. Мы должны очистить свою душу, причаститься, вспомнить и все-таки совершать какие-то благие дела. Чистоту помыслов многие помимо духовной составляющей понимают еще и буквально. Это уже что-то вроде народной традиции. В Чистый Четверг нужно убрать в доме и постирать все, что в этом доме есть. Так что в прачечных сегодня проблема с чистыми строками в журнале заказов. Сегодня мы хранили 80 килограмм заказов. Это больше, чем в будние дни, потому что как бы и праздник надвигается, все чисто. В Четверг как-то больше заказов. Должен человек душу это все воспринимать, чувствовать. У него должна быть чистая помысл. Человек должен положительно относиться друг к другу. И дома вот сегодня будет у нас полная генеральная уже как бы уборка. Генеральную уборку своему телу тоже принято устраивать не только, но особенно в Чистый Четверг. В банях от души очищаются физически, однако не забывая, что главное не в мыле и венике. Чистый Четверг считается в народе банной день. Но на самом деле это как бы связано с очищением души, с хорошими мыслями. Чистоту это у меня святое. Оно и понятно. Как вас зовут? Чистая Рейса Васильевна. Чистая фамилия, чистые дети. Раисе Васильевне как минимум по паспорту положено быть кристальной и в мыслях, и в действиях. Говорит, получается лишний раз навести лоск в общежитии, в котором работает. И не лишний, не думать плохо о тех, кто вокруг. И не только сегодня. В душе настраиваюсь всегда, чтобы было чисто. Я не могу обманывать. Как-то стараюсь по жизни, чтобы у меня было чисто. Но не потому, что моя фамилия чистая. И пусть не все знают, почему же сегодняшний четверг великий. Традиция очищать себя, дом и стараться сдержаться от дурного слова или помысла, пожалуй, хороша в любой день года. Ольга Петрашевская, Евгений Пустовой, Александр Бутрим и Илья Пучко. Телекомпания СТВ. Таким был четверг. Больше новостей найдете по адресу в интернете. ctv.by, репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. В студии работала Юлия Александрова. На этом я прощаюсь. Пока желаю доброй вам ночи. Субтитры создавал DimaTorzok